перенапряжение, усталость и так далее. То есть вот эти головные боли, не связанные с изменением давления, как правило, являются опять же следствием всего того же остеохондроза позвоночника. И очень часто бывает так, что у человека в принципе, в относительно молодом возрасте, его спина не беспокоит, вроде бы все нормально, но болит голова. И, скажем так, эта голова как раз, головная боль говорит о том, что причиной является именно остеохондроз. Соответственно, если мы работаем со своей спиной, устраняем причины остеохондроза позвоночника, то эти головные боли проходят в фоновом режиме. Я веду оздоровительную группу, и люди ко мне очень часто приходят именно с этой жалобой. Далее, сниженный тонус. Что под этим подразумевается? То есть недостаток энергии. Вы просыпаетесь рано утром или поздно утром, проспав 8 часов, но просыпаетесь невыспавшимися, уставшими. День вам приходится начинать с крепкого чая или с крепкого кофе, для того, чтобы взбодриться, проснуться. Потом через 2 часа действие кофеина проходит, вам приходится добавлять новую дозу. И так весь день. То есть вот это типичная картина пониженного тонуса, недостатка энергии. То есть это, как ни странно, также связано с нашей спиной. И в принципе многие люди настолько сроднились с этим состоянием, с этим, скажем так, дефицитом энергии, что воспринимает ее как нормальное явление. На самом деле это далеко не нормально. И, скажем так, чувствовать вы себя должны по-другому. Вот хронический дефицит энергии, который проявляется в виде пониженного тонуса, он рано или поздно переходит в что? Слабость иммунной системы. В чем это себя проявляет? Ну, наиболее явный признак, по которому вы можете заподозрить в себя ослабление иммунной системы, это что? Это частые ВРЗ-РВИ. То есть если вы каждый сезон, то есть осень-весна, успеваете поймать новый вирус, переболеть свои положенные там несколько дней, то это может быть и в случае со здоровым организмом. Если ваша иммунная система сталкивается с незнакомым ранее вирусом, то она, естественно, вы заболеете. Но если ваша иммунная система в тонусе, то болеть вы будете от 1 до 3 дней максимум. А вот если ей не хватает энергии, то болезнь будет затягиваться. То есть болеть вы будете 4, 5, 6 более дней, плюс будут остаточные явления, плюс будут осложнения и так далее. То есть если что-то такое у вас бывает, то ставим плюсик и, скажем так, берем себе на карандаш. То есть причина слабости иммунной системы, она также у нас связана со спиной. Так, ну я вижу, что тема абсолютно не актуальна, да, судя по количеству комментариев и так далее. Давайте сделаем так. Смотрите, почему я прошу активно работать в чате? Не потому что, скажем так, тут нет подводного дна. Чат – это своеобразное информационное поле. Поле обмена информацией. Когда вы активно работаете в чате, во-первых, мы создаем, скажем так, информационное поле, которое оказывает на вас, на меня воздействие не меньше, чем, скажем так, то, что я вам говорю. Это раз. Во-вторых, информация, которую вы получаете, она не будет усвоена, если вы будете просто слушать. То есть вот сегодня будут упражнения, если вы еще и упражнений делать не будете, то вообще, скажем так, вся эта информация, она просто в одно ухо влетит, в другое вылетит. Это проверено. Наш мозг, если мы не совершаем никаких действий, там, ну, нажать кнопку на клавиатуре или сделать упражнение, он не считает полученную информацию важной. Он не дает ей приоритет, и она очень быстро забывается. То есть завтра вы уже ничего не вспомните. Поэтому давайте активнее работать в чате, а то у вас создается ощущение, что из 20 человек остеохондроз беспокоят двоих, а остальные просто пришли убить время. Понимаете? То есть это, ну, как бы, и у меня взбивает пыл, да, делиться с вами информацией, и у вас, то есть вы видите, что по комментариям, два комментария, а, ну да, ну, значит, это никому не интересно. И мне это тоже не интересно. Чат – это очень мощный инструмент, поэтому давайте использовать его на полную катушку. Хорошо. Так, вот, Ирина, очень болит поясница. Ирина, 65 лет – это не возраст, да? У меня самому старшему курсанту, который занимался по моему системе, было, сколько, 82 года. А женщина самого старшего возраста у меня занималась, ей было 75 лет. Так что, скажем так, все еще впереди. Ну, и добавим пара симптомов, которые считаются нормой, фактически, то есть, с которыми люди вообще никуда не обращаются, как правило, и не думают, что это ненормально. Это тревожность, это склонность накручивать себя, то есть, вы начинаете думать, а что если, да, завтра меня с работы уволят, а что если денег не хватит до конца месяца, а что если, и так далее, и тому подобное. Это очень, очень, скажем так, нездоровое состояние, но оно вот в нашем мире, в нашем обществе считается нормальным. Люди не обращают на это внимания. Хотя оно тратит очень много энергии, очень негативно отражается на нашей психической деятельности, и, скажем так, серьезно, портит нам жизнь. Вот это состояние, тут причины чаще всего, я не говорю, что всегда, но очень часто, причины вообще лежат за пределами психики. Они, скажем так, причинами вот этого состояния являются не то, что там жизнь вокруг нас страшна, да, жизнь непростая, а вот именно есть в нашем теле определенные процессы, которые заставляют нас вести именно таким образом. Что это за процессы, я сегодня расскажу. Так, а вот Светлана, отлично, 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 вот Светлана занимается уже по моей системе, классный цендарь. Ну, пару слов обо мне. Зовут меня Сергей Ли, по специальности я врач-терапевт и рефлексотерапевт. Работал и тем, и другим, то есть у меня есть стаж работы в стационаре в качестве доктора. Я вел отделение терапевтическое, ну, скажем так, кто с больницами знаком, я знаю, что терапевт, который ведет отделение, он еще и консультирует всю больницу по терапевтическим вопросам, свою смену. И, скажем так, в частном порядке я работал как рефлексотерапевт. В настоящее время я из медицины ушел вообще, то есть я занимаюсь исключительно преподаванием боевых искусств и преподаванием своей собственной оздоровительной системы, которую называю Айки Цигун. То есть сегодня мы будем делать упражнения именно из этой системы. Почему? Почему я ушел из медицины, почему, скажем так, настолько круто поменял свою деятельность? Дело в том, что, когда я работал доктором, как раз вот контингент моих пациентов был, это от 40 лет и старше. То есть что я обнаружил? Я обнаружил, что люди, что терапия, вот, как правило, это заболевания практически все неизлечимы, несмотря на то, что, ну, кажется, что терапия по сравнению с той же самой хирургией, ну, не такая серьезная дисциплина, не такая тяжелая. На самом деле, вот если вы работаете терапевтом, что вы видите? К вам поступает человек в больницу, вы его лечите, получаете лечебный эффект, выписываете, он доволен, все. Через какое-то время он опять к вам поступает с тем же самым заболеванием, но только оно уже более тяжелое. Вы опять его лечите, опять все вроде бы нормально, выписываете, и вот так этот день сурка повторяется до тех пор, пока, ну, если достаточно долго это все продолжается, то рано или поздно человек просто, ну, или не попадает к вам, потому что умирает до больницы, либо умирает у вас в отделении. Это очень тяжело психологически, и вот это меня начало, разочаровало несколько, я начал искать альтернативные пути и нашел их. Каким образом? Когда объединил вот тот опыт, который я получил в стационаре, знания, которые я получил в мединституте и так далее, и опыт, который я получил, изучая боевые искусства. То есть это вывело меня на некоторые причины, скажем так, процессов, которые разрушают наше тело и начинают это делать в достаточно молодом возрасте. То есть, примерно лет с 20 уже эти процессы идут полным ходом. Вот сегодня мы поговорим об этом процессе, об одном из них, который ведет к развитию остеохондроза позвоночника. И в том, и поговорим о том, как остеохондроз позвоночника разрушает наш организм. То есть это заболевание очень коварное. И, как ни странно, с ним очень легко справиться. То есть там не нужно совершать никаких чудес, не надо тягать штангу, покупать какие-то дорогостоящие препараты, массажеры и тому подобное. Нужно просто со своим телом обращаться правильно. Вот начнем мы с чего? У нас есть сейчас куча симптомов. Я вернусь на этот слайд, с которыми мы сегодня будем работать. Видите? То есть вот эти симптомы, их может быть, в принципе, их можно перечислить в два, в три, в четыре раза больше. В 20, 30, 40 раз можно больше симптомов найти и перечислить их здесь все. Все это будут листья или плоды в нашем древе проблем. Вот сейчас мы что сделаем? Мы последовательно пройдем от плодов к ветвям, от ветвей к стволу, от ствола к корням. И затем мы эти корни просто удалим для того, чтобы избавиться и от плодов, и от ветвей и так далее. Вот перейдем к ветвям. Что лежит перед тем, как у нас появляются все эти симптомы? Боль в спине, боль в шее, боль в голове и так далее. Перед этим лежит мышечное напряжение. Давайте его сейчас поищем. и поищем мы скажем так, что? Поищем мы напряжение наших жевательных мышц. То есть это мышцы, которые управляют движениями нашей нижней челюсти. Мышцы эти работают немного, по идее. То есть кушаем мы не весь день. Ну там, ладно, три раза в день здесь хорошо живем. По идее, они должны быть в нормальном тонусе. Вот давайте их найдем и посмотрим, что с ними происходит. Для начала найдем наши скулы. Нашли скулы, вот надавили на них пальчиками, то есть они должны быть плотными, то есть потому что скула в принципе она просто покрыта кожей, там нет выраженной жировой прослойки. Вот теперь продолжая надавливать пальцами, съезжаем вниз под скулу. Вот на правом нижнем рисунке видно, что под скулой находится такой провал. у вас пальцы окажутся примерно на уровне верхних зубов. Вот теперь по этому провалу двигаемся назад в сторону ушей. Продолжаем надавливать пальцами. И перед ушами вы наткнетесь на что под кожей вот есть такой мышечный валик, такой препятствий. Вот это и есть ваши жевательные мышцы. Находятся эти валики вот примерно там, где я выделил красную сульховку. Вот теперь надавите на вот эти мышечные валики, которые вы нащупали, костяшками пальцев. Усилие сначала небольшое, потом можете увеличить. И посмотрите, что вы чувствуете при надавливании. И напишите мне в чат. А я пока отвечу Светлане. Так. Болела этой весной долго, недели две. Светлана, помните, там в книге я писал, что когда мы начинаем прорабатывать позвоночник, по мере того, как у нас расслабляются скажем так, хронически зажатые мышцы, организм начинает чиститься. То есть он начинает все хронические болячки, с которыми у него раньше разобраться не было энергии, не было времени, он начинает их потихоньку прорабатывать. Какое-то время после того, как позвоночник восстанавливается, идет период, скажем так, когда мы начинаем болеть, растывает и тому подобное. То есть бояться этого не нужно, но посмотрите, что в следующей осени будет. К тому времени, я думаю, ваш организм уже окрепнет. Вот. Пошли комментарии, отлично. Боль, больновато, больно. Еще обратите внимание на то, асимметрична эта боль или симметрична. Я не говорю, что боль должна быть симметричной или с одной стороны больше, с другой стороны меньше. Посмотрите, как это у вас. Почему? Потому что, основываясь на характере своей боли, вы потом дальше сможете, скажем так, ориентироваться, что у вас в организме происходит. Так, любовь, больно, когда рот открываешь. Алла, симметрично. Вот, отлично. То есть, вот эта картина, почему я просил вас в чате работать активно? Потому что, видите, вот сейчас мы сразу получили поле, что боль, это не индивидуально у вас только. Боль, это характерно для всех. То есть, вы сейчас возьмете любого своего родственника, знакомого друга, супруга, надавите ему на эти точки, он тоже закричит от боли. То есть, это явление стопроцентное практически. То есть, практически у всех эти мышцы находятся в состоянии повышенного тонуса, хронического напряжения. Именно поэтому они болят. Понятно, да? Вот теперь мы сделаем второй тест. Мы сейчас с вами проверим тонус наших трапециевидных мышц. Это мышцы, которые формируют заднюю поверхность нашей шеи. Большая мышца, парная, если смотреть спереди, то она будет идти от шеи к плечу. Вот теперь, вот этот отрезок, который идет от шеи к плечу, поделите пополам. Примерно, то есть, там, линейка не нужна. Примерно пополам поделите. Найдите середину. Теперь по ширине также поделите пополам. И вот на пересечении вот этих двух точек пальчиками аккуратненько пощупайте, помассируйте. И посмотрите, болезненность у вас там симметрична или асимметрична. То есть, поищите болезненность и сравните справа и слева. Тут я даже не спрашиваю у вас, больно или не больно. Болезнь будет у всех практически. Все найдут болезненность. Почему? Потому что эти мысли тоже у всех находятся в состоянии повышенного напряжения. При этом, то есть, именно поэтому массаж воротниковой зоны, я у себя писал в резюме, что я также еще и массажист профессиональный. То есть, массаж воротниковой зоны один из самых популярных. Почему? Потому что у всех эти мышцы забиты, зажаты, напряжены. И всем нравится, когда их массируют. Вот смотрим. Симметричная боль или асимметрична? Очень больно и там, и там. Лена, слева плотнее. Для чего мы это с вами сейчас сделали? Зачем причинять себе боль? Тем более, зачем давать людям упражнения, при которых они чувствуют боль? Для того, чтобы вы поняли. Людмила, напишите просто мне на почту, я подскажу, как сэкономить время. Сейчас просто выступление идет. На почту напишите мне, адрес же есть у вас. Далее, что у нас получается? О чем говорят вот эти очаги боли, которые мы нашли? Во-первых, вопрос. В повседневной жизни вот эти мышцы у вас болят? То есть, чувствуете ли вы эту боль? Отписываемся. Так, а я пока на вопрос Аллы отвечу. Алла, любой массаж полезен, но он не воздействует на причину, он только на следствие, он дает только временное облегчение, поверьте мне. Мне он как массажист бывает. Так. Ирина не чувствует, Татьяна чувствует. шея болит, да? То есть, ну, шея, да, в принципе, возможно, но чаще всего она проявляет себя все-таки не более откровенно, да, это во время обострения бывает, а ощущение тяжести, дискомфорта и так далее. Вот такой острой боли, как сейчас, когда вы дошли, надавили на точку, вы, скорее всего, не чувствуете. Так ведь? Так вот, вот этот факт, тоже запомните, то есть, смотрите, жевательные мышцы, если у вас не болят зубы, скорее всего, вы их обычно не чувствуете. Вы можете чувствовать там тяжесть, дискомфорт небольшой, но вот такой острой боли, как вот, когда вы надавили, скорее всего, не будет. Обратите на это внимание, мышцы, мышцы напряжены, мышцы болезненны, но в целом, мы не живем с этой болью. Вот если, например, зуб у нас болит, да, мы постоянно будем чувствовать эту боль. Если у нас, предположим, рана какая-то, тоже она будет болеть каждый раз, когда мы беспокоим. Но жевательные мышцы, трапециевидные мышцы, они будут тяжелыми, мы можем какой-то дискомфорт там испытывать, но резкой боли там нет. Это важный момент. Почему? Потому что, если бы у вас была резкая боль хотя бы 2-3 дня, вот такая, вы бы уже были у доктора, сидели бы у него на приеме, а не сидели бы на вебинаре. Так вот, что это, что мы обнаружили? Мы с вами обнаружили так называемые хронические мышечные блоки. Их обнаружили еще в начале 20-го века. Был такой доктор, психоаналитик Вильгельм Райх. Величина была. То есть, он был вторым по масштабу после Карла Густава Юнга. То есть, он был учеником Зигмунда Фрейда, был его представителем. Фрейд считал, что его продолжателем своего дела. Планировал, скажем так, завещать ему психоанализ в дальнейшем. Но, потом, вот, Вильгельм Райх обнаружил следующее. Он обнаружил, что у здорового человека в обычном состоянии есть 7 групп мышц, которые находятся в хроническом напряжении. Что это за группы? Это мышцы вокруг глаз, жевательные мышцы, да, которые мы сейчас с вами обнаружили, что они напряжены. Дальше, мышцы шеи, трапециевидные, которые мы опять же заметили, что они у нас болят, напряжены. Мышцы груди, но там больше напряжения идет под лопаткой, между лопатками. Мышцы диафрагмы, это диафрагма, это очень большая мышца, которая делит наше тело пополам. Мышцы живота, поясницы, мышцы таза и паха. То есть, как видите, все, практически все наше тело, оно находится в состоянии хронического напряжения. Просто у кого-то одни группы мышц будут более напряжены, у кого-то менее напряжены и так далее. Все эти мышцы практически болезненные, но мы эту болезненность почти не ощущаем, почти не чувствуем. Вот Вильгельм Райх, он, скажем так, обнаружил, что если массировать эти мышцы болезненно-напряженные, то можно воздействовать на психологическое состояние, на психологические проблемы. И за это его из психоанализа выгнали с позором, гоняли по всей Европе, пока не выгнали в Америку, где его посадили в тюрьму, и в тюрьме он умер. Очень грустно, что закончилось. Так вот, я очень уважаю этого человека, почему? Потому что он буквально революцию совершил. Но важно, что было создано потом, после его смерти, направление психологии, то есть телесно-ориентированная психология, в которой работали с проблемами путем воздействия на вот эти хронически напряженные мышцы. И вот тут-то революции как раз и не произошло. Почему? То есть выяснилось, что метод, он по эффективности, в принципе, не лучше и не хуже, чем другие методы. То есть работаем с проблемой, мышцы расслабляются, или мышцы расслабляются, проблема вроде бы уходит. Но потом все возвращается. Почему? Вот сейчас мы поймем. Смотрите, вот давайте сначала разберемся, как у нас вот это хроническое мышечное напряжение по всему телу связано вот со всеми этими симптомами, которые мы озвучивали. Боль в шее и спине. Вот пишет Ирина, что поясница болит, да? Хожу с наклоном вперед. Что болит, как вы думаете? Вот болит поясница, что-то в пояснице болит. Ну, давайте исключим пока почки, то есть боль в пояснице может быть при пилоенефрите. То есть это первое, что, если вы к доктору приходите, он должен отмести почки, для того, чтобы поставить диагноз остеохондроза. Предположим, почки здоровые, все нормально. То есть что там еще может болеть? Вот остеохондроз, пояснично-крестцовый остеохондроз, что-то болит в пояснице. Что может болеть? Не позвонки. Болеть будут мышцы. То есть почему? Потому что они спазмированы, да? И боль вы чувствуете быть именно в них. Так вот, боль в шее и спине. Почему она появляется? Почему возникает обострение остеохондроза позвоночника? Вернее, как оно проявляет себя? Проявляет оно себя, когда вот вам вы продули поясницу, вы продули шею, не можете повернуть шею, не можете там наклониться в поясницу и так далее. Ограничение подвижности, боль. Вот ограничение подвижности, болезненность, да, это все в мышце. Мышца в этот момент воспалена. Это называют миозитом. Воспаление мышц. Самое интересное, что здоровая мышца, которая находится в нормальном тонусе, она никогда у вас не воспалится. Поверьте мне. Проверено опытом. То есть, не будет воспаления. У нее очень высокая устойчивость к воспалению. А вот напряженная мышца, которая находится в состоянии хронического напряжения, она легко воспаляется. Почему? Потому что здоровая мышца, она работает в режиме каком? Расслабление, напряжение, расслабление, напряжение. И вот когда она в таком режиме работает, она превращается в кровяной насос. Как сердце. То есть, когда мышца напрягается при движении, она выдавливает из себя кровь по венам с продуктами отходов. Когда она расслабляется, она засасывает себя из артерии артериальную кровь с кислородом, с питательными веществами. И вот так она работает в качестве насоса. Поэтому двигаться это полезно, говорят доктора. У мышцы, которая находится в постоянно напряженном состоянии, а вы как видите, что у нас вот эти практически по всему телу мышцы напряжены, этот насос не работает. В итоге сердце вынуждено с поддавлением закачивать в эту мышцу кровь и поддавлением же высасывать оттуда венозную кровь с продуктами отходов. Естественно, мышца голодает, мало крови оттуда поступает. Мышца закисляется, отравляется продуктами отходов, потому что трудно сердцу вытаскивать оттуда кровь из этой мышцы. Кровоток там замедляется, поэтому вот если вы ходите к массажисту, он вам массирует спину и говорит, о, вот у вас соли отложили здесь. Особенно это вот между лопатками, под лопатками это хорошо пальпируется. Почему? Потому что саживаются. Вот такая мышца напряженная, отравленная, голодная мышца, она легко воспаляется. Плюс ко всему, смотрите, напряженная мышца вот из-за этого закисленности, отравленности, голода, она болит. А боль это такое физиологическое явление, которое всегда будет сопровождаться двумя вещами. Спазмом и воспалением. Понимаете, да? То есть, не бывает такого, что есть боль, но нет спазма или нет воспаления. Не бывает такого, что есть воспаление, но нет боли, нет спазма. И так далее. То есть, в данном случае у нас получается как? Сначала есть спазм, напряжение. Этот спазм, напряжение ведет к боли, а все это вместе дает готовность к воспалению. Ваша мышца только ждет переохлаждения и так далее, перегрузки для того, чтобы воспалиться. поэтому у нас раз в год бывает обострение остеохондроза позвоночника больно, не можем повернуть шею не можем повернуться в пояснице прогнуться и так далее теперь головные боли как они связаны с хроническим мышечным напряжением да очень просто как мы уже выяснили вот эти напряженные мышцы они болят любовь, поделайте сегодня упражнение просто посмотрите на эффект и уже там дальше определитесь бывают просто лишние позвонки в копчике и при сидении там идет на них нагрузка тогда да, мало что можно сделать во всех остальных случаях в принципе это может быть связано с тем же хроническим позвоночником так вот, головные боли как они возникают? очень просто, смотрите боль это такое явление, которое никогда на одном месте не сидит боль всегда куда-то отдает то есть каким образом? ну типичный пример мы случайно стукнули себе молотком по пальцу забивали гвоздь ударили боль не будет только в пальце боль куда-то отдаст отдаст скорее всего вверх кисть если ударили сильно, боль сильно скорее всего просстрелят чуть ли не до локтя а может быть и до плеча почему? дело в том, что боль для нашего организма это состояние опасно у нас есть болевой порог то есть определенная интенсивность или плотность боли которую наш организм может вытерпеть без вреда для себя если боль больше, интенсивность больше чем наш болевой порог то организм начинает укатываться в болевой шок а шок это опасное состояние для нашей жизни так вот для того, чтобы мы при травмах не умирали от болевого шока любой травмы что наш организм придумал? вот когда мы испытываем боль эта боль размазывается по определенной площади если бы при ударе молотком по пальцу вся боль осталась в пальце интенсивность этой боли стала бы такой высокой что она пробила бы наш болевой порог и мы бы умерли от болевого шока но она размазывается по всей руке то есть количество боли остается прежним но интенсивность боли в руке в каждом отдельном участке будет меньше чем наш болевой порог поэтому мы нам больно мы плачем там ругаемся но мы не умираем от болевого шока в случае с головной болью этот механизм защитный работает против нас каким образом? то есть смотрите куда будет отдавать боль от напряженных жевательных мышц она будет отдавать вверх виски она будет отдавать в ухо она будет отдавать боковую часть головы дальше трапециевидные мышцы они у нас прикрепляются сзади к затылку где линия роста волос у нас идет там и идет и прикрепление вот этой мышцы в череп вот эта мышца боль от нее будет отдавать в затылок будет двигаться вверх до темени вплоть до лба даже до глаз но учитывая то что мы эту боль не чувствуем мы эту отраженную боль тоже не воспринимаем почему то мы ее не ощущаем к чему это ведет помните я говорил боль она всегда сопровождается спазмом и вот в том месте где у нас идет отраженная боль там будет спазм мышечный но поскольку мышц на голове у нас не так много будет спазм мышечных волокон кровеносных сосудов наших то есть сосуды везде где идет отраженная боль сосуды кровеносные будут спазмироваться сужаться к чему это ведет это ведет к тому что количество крови которое через них проходит становится меньше но в нормальных условиях той крови которая через эти спазмированные сосуды проходит площадь достаточно поэтому мы себя чувствуем нормально однако стоит измениться погоде да стоит перенервничать перетрудиться и так далее создать стрессовые условия для организма как у нас начинает болеть голова почему потому что при стрессе выделяются гормоны стресса они повышают давление каким образом они сужают сосуды а у нас то сосуды уже сужены если у здорового человека гормоны стресса выделились сосуды сузились но крови все равно достаточно чтобы все нормально работало то есть проходит нормальное количество крови через эти суженные сосуды а у нас они уже сужены сужаются еще больше возникает спазм дефицит кислорода в тех местах куда кровь не может проникнуть и боль понятно да то есть эти головные боли являются следствием вот этих отраженных болей от этих напряженных мышц наконец сниженный тонус откуда он берется то есть то есть вот сейчас я вам советую знаете что сделать попробуйте свой тонус вот свою энергичность да который у вас прямо сейчас оценить по десятибалльной шкале и напишите в чате чтобы не забыть чтобы было видно то есть единичка это у нас будет лежим на кровати даже не можем пальцем пошевелить настолько мы уставшие настолько нам плохо десятка это мы пляшем танцуем нам весело энергии моря одевать ее некуда попробуйте по десятибалльной шкале сейчас оценить в чатике отпишите чтобы у нас было потом чем сравнить такова десятка ну прекрасный результат но я что то есть сомневаюсь обычно посмотрите динамику потом может быть пересмотрим далее вот эти напряженные мышцы что они делают они постоянно потребляют энергию потому что они работают постоянно чуть ли не 24 часа в суд эту энергию откуда-то надо брать наш организм он вынужден брать ее из нашего тонуса что такое тонус то есть от чего зависит наша энергичность наше тело оно предполагает что в течение дня мы потратим определенное количество энергии и оно всегда держит определенное количество энергии про запас на случай если нам придется работать или двигаться больше энергии тратить больше но где ее хранить вот он ее и направляет в тонус то есть чем больше у нас энергии тем больше нам у нас скажем так желание двигаться что-то делать в случае необходимости да здесь возникает ситуация когда нужно потратить энергию там совершить какую-то физическую работу или умственную да эта энергия вот из тонуса начинает расходоваться вот тут то же самое возникает необходимость в трате энергии то есть эти мышцы потребляют энергию организм берет их из тонуса забирает это ведет к тому что вот мы по идее должны были утром проснуться бодрыми и свежими свежими и полными сил но за счет того что вот эти мышцы энергию съели которые должна была пойти в нашу бодрость мы просыпаемся вялыми нам нужны симуляторы для того чтобы проснуться и потихоньку постепенно развивается дефицит энергии то есть нам постоянно не хватает энергии чтобы поддерживать себя в нормальном тонусе потому что примерно 30% этой энергии съедает вот эти напряженные мышцы рано или поздно организм понимает если я дальше буду энергию брать у тонуса нашего то я вообще даже с кровати встать не смогу и на этом все и закончится что делать он начинает брать энергию из иммунной системы то есть он говорит ну ты же не каждый день с новым вирусом встречаешься поэтому давай я вот немножко энергии займу чтобы отдать вот эти мышцы они работают им энергия нужна и что начинает буксовать наша иммунная система понятно да как это работает вот теперь вопрос хорошо если столько проблем от этих хронически напряженных мышц то почему наш организм просто их не расслабит неужели он такой тупой что не понимаешь столько бед от одного вот этого мышечного напряжения причем по всему телу на самом деле наш организм не тупой он вынужден так поступать у него вариантов нет и причина в нашей анатомии то есть вот макет который показывает позвоночник в разрезе то есть что у нас у нас есть позвонки которые собираются в позвоночник в позвоночнике есть канал в котором находится наш спинной мозг от этого спинного мозга отходят спинномозговые нервы которые выходят между позвонками позвоночник структура гибкая то есть он может отклоняться в разные стороны так вот за счет этой гибкости наш позвоночник может отклоняться вправо влево перекашиваться ну посмотрите как ребенок сидит там школьник сидит на скучном уроке он развалился перекосился вот так вот когда такая ситуация возникает позвонки начинают двигаться да расстояние между краями позвонков начинает уменьшаться когда позвоночник начинает отклоняться в какую-то сторону и возникает на определенном этапе угроза что дальше при дальнейшем движении позвонки сдавят нерв который между ними проходит это состояние опасно почему потому что если это произойдет будет очень сильная боль очень сильный спазм ну у кого бывает был прострел в пояснице да радикулитов что-то пытаясь сдернуть поднять спине прострелил и все и дальше мы пошли в позе согнувшись потому что распрямиться нет никакой возможности из-за резкой боли вот чтобы этого не произошло мозг дает команду мышцам напрячься мышцы напрягаются и фиксирует позвоночник не дают ему дальше изгибаться искривляться и так далее но потом мозг попадает в ловушку он не может расслабить эти мышцы почему? потому что если он их расслабит позвоночник может продолжить это движение и все-таки защемить нет поэтому мозг вынужден эти мышцы держать постоянно и вот что мы получили у нас есть плоды да, все симптомы у нас есть ветви это хроническое мышечное напряжение которое ведет к появлению вот этих плодов у нас есть ствол то есть вот этот механизм что причиной вот этого хронического напряжения мышечного является что? является угроза сдавления спинномозговых нервов то есть наш мозг наш организм защищается от сдавления нервов путем вот этого мышечного напряжения. И вот пару слов о том, откуда берутся неуверенность в себе, тревожность, склонность накручивать себе, какие-то там ужасы себе придумать и так далее. Откуда это берется? Да очень просто все. Смотрите, в нашем организме скажем так, каждой эмоцией соответствует определенное действие, а каждому действию соответствует определенная поза. Вот на фотографии собака испуганная, да, вы видите, что она что сделала? Она втянула голову в плечи. Маленькие дети пугаются точно так же. То есть, вот, вы обратите внимание, если ребенок там испугался, маленький, он голову в плечи рефлекторно втягивает. Для этого вот это поза страха, втянутая в плечи голова. Для того, чтобы ее принять, нам нужно что сделать? Напрячь трапециевидные мышцы. А как вы уже заметили, у нас эти мышцы сами по себе постоянно напряжены. За счет чего? За счет того, что позвоночник куда-то пытается упасть, мышцы напряглись и находятся в этом состоянии постоянно. Получается, мы постоянно находимся в позе страха. Дальше идет диссонанс. То есть, получается так, что организм говорит, вот у нас есть, мы находимся в позе страха по какой-то причине. Мы должны испытывать страх. Но мы не видим поводов для страха. И дает команду психики нашей. Психика, разберись. Психика такая, смотри. Ну да, мы находимся в позе страха, мы должны испытывать страх, но должен быть повод для страха. Мы его не видим. Но то, что мы его не видим, значит, это не значит, что его нет. И начинает этот повод искать. И вот мы начинаем себя накручивать. Вот эта привычка себя накручивать, это попытка организма оправдать отсутствие, скажем так, предмета страха, да, и наличие позы страха, то есть, диссонанс. Он как бы оправдывается сам перед собой. Получается, совершенно дурацкая ситуация, что мы испытываем страх на ровном месте, да, и сами еще находим для него повод. Практика показывает, что когда вы исправляете вот это все, у вас мышцы расслабляются, проходит какое-то время, вы замечаете, что многие вещи, которые раньше вас беспокоили, теперь вас вообще никак не трогают. Почему? Потому что раньше эти вещи для вас были страшными, пугающими, нервирующими, только потому, что вы находились в позе страха. Как только вы из нее вышли, они сразу потеряли свою значимость. Поэтому люди, которые работают за своей спиной, как правило, они со временем становятся очень спокойными. Их мало что волнует. Так вот, к чему мы вышли? Мы вышли, скажем так, к главному стволу. Причиной угрозы сдавления вот этих спинномозговых нервов является что? Искривление позвоночника. Наш позвоночник вправо-влево куда-то пытается отклониться, да, нарушается наша осанка, вот тогда и возникает угроза сдавления, скажем так, спинномозговых нервов, которая ведет к возникновению хронического мышечного напряжения, оно, в свою очередь, ко всем вот этим симптомам. Вот сейчас мы начнем. Вот Светлана подтверждает уверенность, прибавляется. Почему? Вышли из позы страха. Если мы выходим из позы страха, мы автоматически принимаем позу уверенного в себе человека. То есть, это не психологическое состояние, это биологическое состояние. То есть, уверенное в себе животное, оно работает, живет, двигается с расслабленным мышцем шеи. То есть, для организма это означает уверенность. И поэтому, человек с такими мышцами, он, даже в ситуации, когда он должен быть неуверен в себе, он найдет по такому же механизму, по такому же принципу, он найдет для себя поводы для того, чтобы быть уверенным в себе. Понятно, да? Сейчас мы с вами займемся корнями. То есть, мы разобрались. Причина искривления позвоночника. Но из-за чего позвоночник начинает искривляться? Мы сейчас с вами сделаем что? Мы сделаем упражнение. Оно в двух вариантах идет. Если у вас есть проблемы с коленными суставами, да, хрустят, побаливают, там, еще что-нибудь, с тазобедренными, то есть, хрустят, болят, или с поясницей, то есть, радикулит у вас, писала, по-моему, Ирина, что вот, вынужден находиться согнувшись. То есть, то вы, вот этот вариант, который на картинке, вы его не делаете. Для вас будет второй вариант, я его чуть позже озвучу, он облегченный. У кого проблем с коленами, с тазобедренными суставами нет, мы делаем то, что на картинке. Таким образом, нам нужен, нужна ровная, плотная поверхность, то есть, пол. Если жестко, да, на коленях стоять на полу, вы можете под колени постелить что-нибудь тонкое и мягкое, ну, типа тонкого одеяла. На матрасе это упражнение лучше не делать, на мягком лучше не делать, почему эффекта не будет. Мы становимся на четвереньке. Расстояние между коленями у нас будет равно четырем кулакам нашим. Четыре кулака, большие пальцы ног должны касаться друг друга. Пытаемся их соединить. Тыльная сторона стоп у нас лежит на полу. Вот в этом положении что мы делаем? Мы начинаем аккуратненько, медленно переносить таз назад, как бы, как бы, пытаясь сесть на свои пятки. Но не садимся на свои пятки. Мы двигаемся в этом направлении до тех пор, пока не почувствуем в голеностопных суставах или в коленных суставах ощущение натяжения. Появилось натяжение, все достаточно останавливаемся. Почему мы не садимся? Потому что, даже если вам растяжка позволяет, вы можете, например, сейчас сесть на пятки, но есть вероятность того, что вы при этом слишком сильно натянете свои мышцы, они нам дадут в виде реакции сильное напряжение, нам это не нужно. Поэтому мы работаем до появления легкого ощущения натяжения в суставах. Появилось оно все, останавливаемся, замираем. В этом положении находимся 3-4 дыхания. Понятно, да? Ну, можно 5-6 дыханий. Потом на этом мы упражнение заканчиваем. Вот для тех, у кого проблемы с поясницей, Татьяна, лучше облегченный вариант делать, если замена тазобедренного сустава была. Упрощенный вариант, он делается просто с опорой. Мы встали к стене, облокотились на стену, или на стол руками облокотились, или на спинку стула, как на фотографии. Это нужно нам для того, чтобы мы не потеряли равновесие, не упали. Теперь одну ногу отводим назад, ногтевой поверхностью пальцев прижимаем пальцы стопы к полу и слегка надавливаем, очень мягко, очень аккуратно, плавно, без резких движений, как бы пытаясь согнуть пальцы в сторону пятки. Понятно, да? Вот так, 3-4 раза на каждую сторону сделайте, на одну сторону 3-4 раза надавили, встали на другую ногу, на другую сторону, так же 3-4 раза надавили. У вас в стопе, в тыльной стороне стопы должно появиться ощущение такого приятного натяжения, как будто массируете. Не делайте резких движений, потому что резко надавите, может быть, судорога. Это не страшно, не опасно, но неприятно, нам это не нужно. В Айки Цигон вообще через боль мы никогда не работаем, через напряжение мы не работаем. Все делается через мягкость, расслабление и приятные ощущения. Вот закончили упражнение и первый и второй вариант встаньте прямо по стойке смирно. Выпрямьтесь и постойте так 2-3 секунды. Понаблюдайте просто за своими ощущениями. Сейчас вы особо ничего может быть даже не заметите, но нам это и не нужно. У нас для этого другие тесты есть. Вот 2-3 секунды постояли, теперь можно сесть спокойно и продолжать слушать, а я пока расскажу, прежде чем мы перейдем к следующему упражнению, о том, какие виды искривления позвоночника бывают и почему, скажем так, у нас у всех 100%, если у нас есть остеохондроз, то по идее есть и искривление позвоночника. А искривление позвоночника это сколиоз. Ну то есть диагноз официальный брать. Почему у большинства из вас диагноза сколиоза нет? Все очень просто. Диагноз сколиоз выставляется когда? Когда у нас выраженное заметное искривление позвоночника, которое визуально уже определяется и можно поставить диагноз. Но для того, чтобы вот этот механизм патологически заработал, не должно быть, ну не обязательно, что сильное выраженное искривление. Оно может быть практически незаметным. Вот как на верхнем рисунке, вы увидите, что позвоночник вроде бы практически прямой, но есть небольшой вот такой кривоватый участок. Вот это и есть скрытое искривление позвоночника, которое уже даст запуск вот этого патологического механизма. Теперь смотрите, основные виды искривления позвоночника это вот на нижней картинке буква С русская, да, левая картинка и буква С латинская змейка на правой стороне. То есть, вот тут уже немножко утрировано, то есть, тут четко видно, я специально нарисовал так, чтобы было заметно изгибы. для чего я вам это, скажем так, нарисовал. Смотрите, вот когда у вас продула шея, шея все, шея не гнется, не поворачивается, шея болит, что вы делаете, как вы ее лечите? Напишите, пожалуйста. Да. Самое обычное, даже если вы к доктору не идете, уколы себе не делаете, таблетки не припит. Как вы лечите это? Чем? Финалгоном, согревающая мазь, да, жгучая даже, я бы сказал, грею. Так, Ирина, шея не болит? Ну, это замечательно, шея не болит. Так, растираем, тоже мы пытаемся создать приток крови, чтобы прогрелась мышца. Так вот, смотрите, что у нас получается? Вот у нас шея наверху, я сейчас попробую нарисовать. Вот трапециевидные мышцы. минуточку, карандаш берем. Вот у нас трапециевидные мышцы, да, вот они у нас воспаляются, они у нас болят. Мы их греем. Теперь смотрите, из-за чего у нас развивается вообще все это. Видите, у нас таз перекошен. По какой-то причине у нас таз отклонился, в данном случае, влево, если спереди смотреть. И поясница начала падать тоже влево. для нашего мозга поддержание равновесия является приоритетом. Это абсолютный закон. Наше тело, наш мозг всегда будет стремиться поддержать равновесие в случае его нарушения. и, скажем так, для того, что, поскольку вот при таком отклонении позвоночника равновесие нарушается, мозг дает команду вот в верхней части отклониться куда? вот сюда. Видите, вот формируется вот такой изгиб буква С. Плюс ко всему вот теперь голова начинает отклоняться в эту сторону. Да, вот так. Чтобы этого не произошло, мозг дает команду мышцам напрячься и выстрелить, выровнять прямо. То есть, она отклоняется опять влево. Чему это ведет? Вот здесь у нас будут сдавливаться нервы спинномозговые. На этот скажем так, на эти на этот спазм будет что? Напрягаться мышцы. Вот здесь. И потом вас чуть-чуть продуло и началось воспаление. Так вот, причина мы начинаем греть вот здесь. Прогревать, лечить. Но причина она не здесь. Причина, видите, вот здесь. То есть, получается, что вся эта катавасия началась из-за того, что у нас внизу таз перекосился. Да, из-за этого все и пошло. И вот здесь, даже если эта мышца будет расслабляться, ничего особенно не изменится. То есть, фактически, грубо говоря, вот это лечение, массаж, прогревание и так далее и тому подобное, оно ведет к снятию симптома. К облегчению состояния, но не к излечению. Почему? Потому что сам изгиб, искривление и так далее останется, скажем так. Вот, Ирина, хороший комментарий, важный. Я даже сейчас отвлекусь на него немножко. В основном, с возрастом все ходят с наклоном вперед. Ирина, наклон вперед возрастной это следствие не остеохондроза. Это следствие чего? Вымывание кальция из костей. И характерно это больше как раз-таки для женщин. Да, вы помните, что при наступлении климакса развивается остеопороз. То есть, из-за падения уровня эстрогенов, гормонов, нарушается обмен кальция в костях, кальций вымывается из костей, начинается изменение тела позвонков. При этом формируются такие специфические гордики. Это остеопороз это другое заболевание. Я про него постараюсь пару слов в конце сказать. Сейчас это немножко другая тема. Вот что у нас получается. Вот как это работает. То есть, причина у нас внизу, причина не болит. Поэтому, если у вас болит шея, болит голова, причина не в шее, не в голове. Причина внизу. Она может быть на уровне таза, может быть на уровне коленей, может быть на уровне стопа. Вот с буквой S в латинской тут то же самое. У нас есть первое отклонение, да, изгиб, которое является причиной. И второе компенсаторное. То есть, у нас вот этот верхний, это компенсаторный отклон. И этот тоже. Компенсаторный отклон. То есть, организм пытается восстановить равновесие, формирует вот этот отклон. Понятно. Да, поэтому верх лечить, ну как, нужно, конечно, для того, чтобы не терпеть боль, но в целом, скажем так, пока вы не воздействуете на причину, не устраняете причину искривления, вы будете бороться с ветряными мемельницами, потому что эти симптомы будут возвращаться постоянно. Понятно, да? Теперь, смотрите, как, что такое остеохондроз и как он развивается. То есть, остеохондроз, так, Светлана, можно ли остановить процесс потери кальция, если сейчас можно об этом или нет? Давайте в конце. Вы сами знаете, что информации будет впереди еще очень много, я постараюсь об этом упомянуть. Я советую, знаете, что, обратить внимание на столбы базовые, это эти цигун 3, то есть, кость будет удерживать кальций в себе, в случае, если мы создаем необходимость в этом. А для этого нужна постоянная статическая нагрузка на кость. Небольшая, но постоянная. То есть, вот ее как раз столбы и дают. Эти упражнения, они уплотняют костную скампу. Так, хорошо, теперь возвращаемся. То есть, что такое опорные столбы тоже, да, хорошо. Но третью ступень я рекомендую всем делать, почему-то, потому что это тоже одна из базовых. Первая и третья ступень это база. Что такое остеохондроз? Остеохондроз это разрушение межпозвоночных дисков. То есть, и все симптомы, которые из этого потом проистекают. То есть, у нас между позвонками находятся такие иссоединительные прокладочки эластичные, состоящие из хрящевой ткани. Ну, это грубо ткани, точнее, будет иссоединительная ткань. То есть, вот эти эластичные прокладочки, они дышат, они питаются, то есть, они живые. И, соответственно, они чувствительны к перегрузке. Вот при вот этом искривлении, да, вот при этих искривлениях, сейчас назад вернусь, и опять порисую немножко. Смотрите, вот, предположим, позвонок, вот второй позвонок, вот между ними межпозвоночный диск, да. Вот если у нас осанка правильная, видите, нагрузка идет равномерная на позвонке. Теперь вот возьмем вот такой, вот этот участок, да. У нас что получается? Позвонок один в таком положении, позвонок такой в другом положении. Вот. Видите, у нас на межпозвоночный диск нагрузка пойдет в основу здесь. Здесь он будет перегружен. Вот там, где пойдет перегрузка, он будет, что, болеть и умирать, и разрушаться. Вот это и есть процесс остеохондрозный, да, то есть разрушение межпозвоночного диска. Теперь пару слов о том, что такое грыжа или протрузия, да, грыжа диска, грыжа межпозвоночного диска, протрузия диска. Вот смотрите, видите, как давят позвонки на этот диск. Вот так давят. Суммирующий вектор будет куда-сюда. Вот когда вот такие кривые, косые позвонки выдавливают диск вот сюда, у нас формируется грыжа. Понятно, да? Вот когда эта грыжа опасна? Эта грыжа опасна в тех случаях, когда она либо давит на нерв спинномозговой, либо когда она давит в сторону спинного мозга. Это опасно. Во всех остальных случаях, когда она ни на нерв, ни на это, она, ну, в общем-то, нет такой выраженной опасности. Понятно, да? Таким образом, скажем так, вот именно вот эта неправильная осанка, неправильное положение позвонков ведет к разрушению межпозвоночных дисков. А что такое разрушенный межпозвоночный диск? Он же что делает? Он стабилизирует позвоночник. Если диск умер, разрушился, то вот эти позвонки становятся нестабилен, начинают болтаться. И, соответственно, ущемляют нервы и так далее, и тому подобное. То есть, сейчас давайте мы сделаем второе упражнение, а потом мы сделаем с вами тест один. И посмотрим, что у нас получилось. Второе упражнение от первого практически ничем отличается. Также у нас два варианта. Первый вариант для тех, у кого проблем с поясницей, коленями, позабедренными суставами нет. Второй вариант для тех, у кого есть. Начнем с первого варианта. Также мы на четвереньки становимся. Расстояние между кулаками также четыре кулака. Ой, между коленями также четыре кулака. Стараемся, но тут не у всех получится, чтобы большие пальцы ног касались друг друга. И пальцы стоп мы подгибаем под себя. Вот это важное отличие. То есть, видите, стопы у меня подогнуты. Вот так, да, стопы идут? Вот так. Пятки можно чуть-чуть в стороны развести. Вот таким вот. Вот поставили. И теперь также очень медленно аккуратно начинаем вес переносить назад в сторону пяток. У вас при этом подошвы начнут натягиваться. Если вы резко это сделаете, будет, скорее всего, очень больно. Поэтому мы резко ничего не делаем. Мы медленно плавно вес назад переносим до появления ощущения натяжения в стопах. Появилось ощущение натяжения? Все, достаточно. Дальше не двигаемся. Останавливаемся. Три-пять дыханий находимся в этом положении. Потом заканчиваем упражнение и встаем. И стоим постойте смертно две-три секунды. Для тех, у кого проблемы с суставами, с поясницей, мы делаем это также с опорой на стену, на стол, на стул и так далее. То есть оперлись, одну ногу назад отводим. Теперь подушечками пальцев стопы надавливаем на пол и как бы пытаемся согнуть пальцы в сторону голеностопного сустава. Сейчас попробуем рисовать. Вот сюда мы пытаемся согнуть пальцы. Понятно, да? Тоже два-три раз до приятного ощущения такого натяжения массирующего. Делаем. потом становимся по стойке смертно, выпрямляемся и наблюдаем за своими ощущениями. Два, две-три секунды там в принципе не так много. И после этого что мы делаем? Мы сначала делаем первый тест. Вспоминаем где у нас находятся жевательные мышцы, нащупываем их и надавливаем аккуратненько на них костяшками пальцев и смотрим что изменилось. Что с болью происходит. и отписываемся. Так, Татьяна, немного лучше. Отлично. Вот те кто сделал и отписался делаем второй тест смотрим что с трапециевидными мышцами происходит. Алла, боли нет почти. Сейчас вот разные пойдут почему просил вас писать то есть у кого-то будет резкое изменение резкое улучшение то есть боль вообще проходит. У кого-то вообще никакого результата нет. Такое тоже бывает я объясню почему. И бывают небольшие изменения бывают заметные изменения но не проходит полностью боль. то есть результаты разные будут. Отписываемся. Вот Татьяна сделал, Алла сделал. Кто еще сделал? Светлана слабая боль да стала? Хорошо. Людмила у меня уже все как всегда ну Людмила да вы занимаетесь скажем так вы занимаетесь да уже по системе моей для этих упражнений если так то да конечно изменения будут закрепляться. Татьяна небольшие изменения хорошо немного лучше 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 то есть смотрите почему боль уменьшилась мы же массаж не делали мы сейчас не прогревали эти мышцы ничего с ними не делали. мы работали со стопами почему возникают изменения сейчас я назад немножко вернусь вот на этой площадке есть возможность рисовать это очень хорошо давайте посмотрим Людмила на здоровье спасибо вот давайте посмотрим у нас что получается у нас кривой таз да в данном случае позвоночник перекошенный да и голова тоже не уравновешена жевательные мышцы напряжены из-за чего из-за того что они вынуждены участвовать в поддержании головы в вертикальном положении трапециевидные мышцы напряжены почему потому что они вынуждены вот эту верхнюю часть позвоночника держать от падения а теперь посмотрим почему таз перекошен ну вот я тут коротко нарисую да вот у нас есть ноги вот стопы вот стопы у нас находятся в состоянии хронического мышечного напряжения они тоже напряжены постоянно когда вы делали упражнение вы наверное заметили что у многих вот эти попытки скажем так чуть-чуть натянуть голеностопные суставы натянуть пальцы ног и так далее вызывали чуть-чуть резкую боль почему потому что эти мышцы у многих людей да практически у всех напряжены чуть ли не до состояния копыта из-за чего да все очень просто у нас мы носим обувь ну даже если мы там на даче летом ходим босиком ну все равно это погода не делает в основном мы вынуждены носить обувь обувь для нашей стопы стресс любая обувь особенно женская на высоких каблуках да которая там дает сумасшедшие нагрузки на суставы стопы и тому подобное то есть это вообще ужасно в ответ на это мышцы стопы напрягаются но чисто физически у нас всегда будет одна стопа напряжена сильнее ну не бывает так чтобы равномерно было вот здесь вот у нас вот эта стопа напряжена сильнее за счет этого что получается более напряженная мышца она по объему будет меньше чем менее напряженная мышца и за счет этого у нас будет разница в длине ног одна нога будет чуть-чуть короче ну там буквально несколько миллиметров но это уже достаточно то есть до 5 миллиметров я видел даже до сантиметра доходило вот за счет разницы в тонусе мышц разница в длине ног была до сантиметра понятно да и у нас вот эта нога получается вот короче за счет этого у нас что получилось у нас таз перекосился таз перекосился позвоночник начал падать перекосился сюда и сюда Людмила ну отлично вообще просто замечательно молодец очень приятно такие вещи считать мы с вами что сделали мы с вами поработали со стопами и сняли спазм убрали его то есть в итоге получилось следующее ноги длина ног выровнялась так ну ладно тут что-то перестала мне подчиняться эта рисовалка пойдем дальше то есть у нас выровнялась длина ног как только длина ног выровнялась вот та конструкция перекошенная которая у нас была вместо позвоночника она начала стала ну скажем так немножко неадекватной то есть она стала неустойчивой и мозг понял что мы опять теряем равновесие а вы помните что для нашего мозга поддержание равновесия это всегда приоритет поэтому он понимает что пока мы мышцы не расслабим мы не можем исправить равновесие что делать расслабить мышцы и он дает команду на расслабление мышцы мышцы расслабились и у позвоночника что что случилось следующий слайд я сейчас открою и тут выясняется что у нашего позвоночника есть способность самостоятельно принимать правильное положение самостоятельно искать правильную осанку и находить ее просто из-за того что мышцы напряжены напряженные мышцы держат вот этот перекошенный позвоночник он не может вот этот механизм запустить потому что он не может двигаться а тут мышцы расслабились и позвоночник начал подбирать правильное положение поэтому я вас просил стоять по стойке смирно одну-две секунды для того чтобы у позвоночника было время чуть-чуть полюфтовать погулять и те кто из вас более наблюдательны вы наверное могли заметить когда встаешь прямо такое ощущение как будто немножко неустойчив как будто немножко гуляет тело вот это гуляние это и есть в этот момент позвоночник ищет правильное положение и находит в итоге мозг что обнаружил что во-первых равновесие восстановилось потому что позвоночник он нашел более правильное положение а правильное положение позвоночника оно всегда устойчивое а раз оно устойчиво, то теперь держать ничего не надо угрозы для сдавления нервов нет и необходимости в напряжении мышц нет поэтому мышцы сейчас у вас менее напряжены понятно, что полностью у вас сейчас позвоночник не выправился на это уходит год, два, три в зависимости от тяжести состояния но изменение начинается сразу при правильном подходе то есть мы воздействовали на одну из причин искривления позвоночника и позвоночник начал реагировать сразу понятно, да? далее что нам нужно дальше сделать? нам нужно закрепить это все и вот сразу отвечу на вопрос почему у кого-то сразу боль прошла полностью у кого-то меньше, у кого-то вообще не изменилось в данном случае изменения заметили все, пускай кто-то небольшие кто-то средние, кто-то сильные то есть у нас причины искривления позвоночника могут быть на трех этажах первый этаж это стопы второй этаж это колени и наконец третий этаж это таз, поясница понятно, да? то есть у кого-то большая часть причин будет на первом этаже вот они сделали упражнение и сразу оп, все расслабилось боли нет вообще у кого-то больше будет на втором третьем, да? они сделали у них меньше, скажем так было задействовано позвоночник мышцы расслабились меньше у кого-то, например, может быть причина там чисто в пояснице, тазу да, или на уровне коленей он для стоп сделал упражнение а у него ничего не изменилось понятно, да? но у нас, к сожалению объем вебинара не позволяет не позволяет скажем так все упражнения делать весь комплекс поэтому мы вот ограничились в демонстрационных целях только одним так вот что нам нужно сделать дальше? дальше нам нужно все это стабилизировать почему? потому что, помните позвоночник это структура гибкая если вы скажем так оставите все как есть ну остановил он останку ну хорошо он завтра ее точно так же потеряет легко понятно, да? чтобы этого не произошло нам нужно включить один механизм который стабилизирует наш позвоночник и не дает ему искривляться в дальнейшем как это сделать? вот сейчас мы сделаем с вами упражнение из другого комплекса это IT-ЦГУН-3 вот Людмила Светлана, да? вы знакомы с этим упражнением то есть знаете его оно подготовительное и оно очень хорошо закрепляет спину вернее создает предпосылки для закрепления спины то есть что нам нужно? нам нужна стена мы подходим к стене и просто облокачиваемся на нее спиной заниматься лучше всего босиком не в обуви чтобы не дай бог не подскользнуться стены должны касаться лопатки и таз больше ничего то есть не пытайтесь поясницу прижать к стене потому что вот я уже вот этот вебинар я регулярно читаю вот последние 2-3 выступления вот были случаи когда люди становятся и прижимают поясницу к стене пытаются прижать а у них остеохондроз цветочек, да? и так далее потом пишут спина заболела сделайте то же самое только без вот этого всего не пытайтесь прижать поясницу это еще рано не пытайтесь прижать шею не пытайтесь прижать голову только лопатки только таз этого достаточно теперь ноги поставьте на ширину плеч плюс ширина стопы то есть расстояние между стопами равно ширине плеч и одной ширине вашей стопы дальше ноги на полшага ставим вперед то есть расстояние между пятками и стеной должно быть примерно сантиметров 25 ну максимум 30 больше не надо вот как на левой картинке вы должны сейчас принять положение при этом посмотрите на свои носки скорее всего у вас носки смотрят в разные стороны это неправильно нам нужно чтобы носки смотрели строго вперед для этого что мы делаем мы берем и ставим стопы так чтобы внутренние ребра стоп были параллельны друг другу строго параллельны тогда у вас носки будут смотреть вперед что мы делаем дальше вот выстроили стопы в этом положении мы совсем чуть-чуть сгибаем ноги в коленях буквально подаем на один сантиметр вперед их не на два не на пять не на десять буквально на один сантиметр чуть вперед их подаем когда вы так сделаете вы почувствуете что у вас в коленях появилось ощущение натяжения что-то натянулось с коленей понаблюдайте за ощущениями если у вас в коленях есть какой-то дискомфорт неприятное ощущение может быть боли значит вы слишком сильно ноги согнули для того чтобы это прошло нам нужно подняться чуть-чуть разогнуть чуть-чуть ноги пока это неприятное ощущение не исчезнет а ощущение натяжения останется понятно то есть не должно быть дискомфорт никакого в ногах дискомфорт говорит о том что вы слишком низкой силы вот у нас колени натянуты теперь мы берем и коленями чуть-чуть давим в разные стороны то есть вправо и влево пытаясь надавить коленями вбок усилие небольшое еле заметно когда вы попытаетесь коленями надавить в стороны вот я сейчас стрелочки нарисую куда давить вот так колени когда вы так сделаете у вас появится ощущение натяжения которое идет по внешней стороне бедра вот так и вот заключение этого упражнения возьмите и пальцами ног совсем чуть-чуть с минимальным усилием надавите на пол когда вы так сделаете у вас боковая сторона стопы боковая сторона голени боковая сторона бедра натянутся появится натяжение вот в этом положении побудьте 5-6 дыханий вспомните что надо дышать сейчас многие наверное забыли что нужно дышать начинаем дышать глубоко свободно как вам удобно дышать хотите груди хотите животом не важно вот начинаем дышать 5-6 дыханий потом упражнение заканчиваем если у вас ноги задрожали а вы 5-6 дыханий оставили все можно заканчивать упражнение не нужно стоять через силу дрожь появилась все достаточно заканчиваем упражнение заканчиваем как мы встали прямо ножками встряхнули потрясли чтобы не расслабились теперь обязательно сделайте несколько шагов вперед назад и походите и посмотрите какая у вас сейчас походка как ваши стопы становятся на пол какие ощущения в ногах и вообще в теле и напишите что вы сейчас чувствуете отписываемся так ситуация мягко отступать отлично отлично кто еще сделал легко ноги легкие ставили хорошо так еще что сделал пока вы пишете еще задумайтесь на такой вещи вот ваш тонус я вначале вас просил определить да оценить его по 10-бальной шкале свой тонус свою энергичность вот сейчас понаблюдайте за своим тонусом напишите мне что изменилось сейчас насколько вы его оцениваете да какая разница с первоначальной оценкой так Валентина спине легко отлично Алла не чувствует изменений ну ничего не у всех с первого раза получается то есть все-таки упражнения тут определенные нюансы есть при следующих попробуйте еще раз сделать можете сделать не 5-6 дыхания да то есть если у вас никакого негатива нет Алла то вы можете еще сделать не 5-6 дыхания а 10-12 потому что я даю минимальную нагрузку на вебинаре потому что я не знаю кто у меня сейчас слушает да какое у него состояние здоровья поэтому минимальная минимальная нагрузка если у вас нормально можете чуть увеличить ощущение длина ног выровнялась захотелось подвигаться Татьяна захотелось подвигаться подвигайтесь походите по комнате походите вот именно спокойно не торопясь вдумчиво наслеживая как каждая стопа вот ставится на пол такие ощущения в ноге в стопе в ноге в ягодице в пояснице вот понаблюдайте вот кстати Елена прекрасный комментарий ощущение что длина ног выровнялась это упражнение оно при разной длине ног, вернее, не само это упражнение, а то, что за ним идет дальше, оно способствует... Разную длину ног, если чисто анатомическая разница, можно компенсировать за счет разной степени сгибания коленей. Если регулярно подобное упражнение делать, организм учится это рефлекторно делать. Понятно, да? Алла, я 3 часа назад прошла 6 километров. Тогда у вас ноги гудят, забиты. В принципе, ничего страшного. Тогда понятно. Так чего мы добивались этим упражнением? Смотрите. Вот... Как вы уже поняли, вот эти мышечные напряжения, мышечные блоки, которые у нас идут поперек тела, ну вот я сейчас тоже нарисую, да? На примере вот этого красного человечка. Видите, вот блок глаз, блок жевательных мышц, блок терапеции. Видите, они все время разрубают тело. Блок груди, блок диафрагмы, блок живота, поясницы, блок таза, ягодицы, так далее. Блок ног. Видите, они разрубают тело, как колбасу. И вот у нас каждая часть получается отдельно от другой. За счет этого, это неэффективный способ стабилизировать позвоночник. Но дело в том, что у нас в теле заложен еще один механизм стабилизации позвоночника и самое главное стабилизации суставов. Кто-то писал, я уже, к сожалению, имя не помню, что вот позабедренный сустав искусственно стоит. То есть, такие операции делают при осье артрозе. А вот осье артроз, он возникает из-за чего? Из-за того, что наши суставы слабо зафиксированы, они болтаются и разрушаются. Перегрузка идет. Вот смотрите, у нас в теле есть такие анатомические структуры. Я их выделил темно-красным. Вот видите, вот одна из них. Вот. Вот так. По внутренней стороне оно не будет. Состоят, вот тут хорошо видно, они состоят из мышечных пучков и связок, сухожилий и так далее, фасции. Их называют сухожильно-мышечными ридьянами. Вот мы сейчас в этом упражнении делали, вот какие мы меридианы натянули. Вот эти меридианы мы сработали. Вот так. Что это нам дает? Вот такие меридианы, да, вот, они формируются, знаете, у кого? Вот есть люди, которые от природы худые, но они с детства, там, с ранней юности тяжело работали. Их обычно называют двужильные, потому что они физически очень сильные и выносливые. Несмотря на то, что мышц у них нет, они такие все жилистые, да? Вот эти жилы, это и есть вот сухожильно-мышечные меридианы. И в чем их плюс, в чем их преимущество? Это еще один способ стабилизировать наш позвоночник, защищать нашу осанку. Дело в том, что, если мышечные блоки очень много энергии тратят и в целом со своей работой не справляются, то вот эти сухожильно-мышечные меридианы, видите, они идут вдоль тела. То есть, они его объединяют в единое целое. Позвоночник они очень плотно оттягивают, очень хорошо его фиксируют, то есть, спереди и сзади. И вот эти упражнения, которые мы сделали со стеной, оно запускает процесс формирования этих сухожильно-мышечных меридианов. Вот, если вы на фото посмотрите, вот на фото я, да, это относительно медальное фото, вы видите, что я так это, немножко квадратно становлюсь. Квадратным я таким становлюсь из-за того, что я люблю работать со штангой. А со штангой, знаете, когда я полюбил работать? После того, как сформировал вот эти меридианы. То есть, когда эти меридианы у меня сформировались, я внезапно выяснил, что моя поясница, мои больные колени со стеартрозом, да, они внезапно могут выдерживать огромные нагрузки. Те нагрузки, которые я себе там даже в 20 лет не мог позволить. Я начал заниматься штангой, потому что поясница держит, спина держит, ноги держат, почему бы и нет. Мне это нравится. То есть, фактически, вот, формирование вот этих сухожильно-мышечных меридианов, оно дает огромную прочность тела, суставам, позвоночнику и так далее. Вот сейчас мы так, вкратце, да, что сделали с вами? Мы постарались создать такую мини-модель восстановления здоровья спины. Вот, вы, кстати, не забыли мой вопрос, да, оцените свой тонус, что с вашим тонусом сейчас? Заметите, что он немножко изменился. И отпишитесь. я объясню, что произошло и почему. И что мы можем получить из этого. То есть, мы с вами сейчас использовали упражнение из двух комплексов. Айки Цигун 1, здоровая спина за 10 минут, это упражнение со стопами. И упражнение из комплекса Айки Цигун 3, секреты жизненной силы, это упражнение со стеной. Татьяна, 9, а было сколько? То есть, снизился или повысился? Эти два комплекса, они идеально работают в паре. Они усиливают друг друга. То есть, смотрите, что мы сделали. Первый комплекс, он воздействует на причины. Было 8, да, то есть, тонус немножко поднялся. А почему это произошло? Потому что мышцы расслабились, да, которые раньше были напряжены. И перестали тратить такое количество энергии, как раньше тратить. И эта энергия, она начала тут же возвращаться куда? Ваш тонус, откуда ее забрал, забрал организм свое время. Понимаете? То есть, вы начинаете понимать, что вот то состояние, которое у вас было, оно очень ненормально, исходно было. То есть, для вас, у вас не должен быть такой низкий уровень энергии, он должен быть выше, в норме. Татьяна, настроение лучше, почему? Потому что энергии больше стало. Чем выше тонус, тем выше настроение. Настроение зависит от нашей, от уровня энергии нашей, от уровня, это количество эндорфинов, которые в кровь выделяются. А их, кстати, способствует, их выработке, их выделение в кровь, вот последнее упражнение со стеной. Так вот, первая ступень, да, Айки Цугуна 1, она что делает? Мы воздействуем на причины искривления позвоночника. Мы их убираем, и запускается механизм, что? Выстраивание. Выстраивание позвоночника. Он начинает принимать, искать и находить правильную осанку. Причем он делает это сам. То есть, не мы как-то искусственно, там, вот я много раз слышал, да, я вот терпеть не могу, такие совет, когда говорят, ой, осанку надо исправить, надо поставить книгу на голову, там, или в зеркало себя смотреть и вот выравнивать. Это все ерунда полная. Почему? Потому что, когда мы выстраиваем осанку, по, ориентируясь на зрение, мы получаем, ну, мы работаем против своего тела, мы заставляем тело ставить себя в неправильное, неудобное положение, которое для него вредно. Но когда мы создаем нашему телу условия, при которых он сам ищет и находит правильное положение, осанка выстраивается сама по себе. И она уже исходна, правильная. Почему? Потому что при такой правильной осанке ваш позвоночник может выдержать огромные нагрузки. Поверьте мне. Далее, скажем так, как только у нас осанка начинает выправляться, начинают тут же рефлекторно расслабляться мышцы. Мышцы расслабляются, уже нет необходимости в их напряжении. Энергия, которая тратилась на работу этих мышц, она возвращается сразу же в ваш тонус. То есть регулярная практика эти цигун, вот этой первой ступени, она ведет к чему? К тому, что ваш тонус растет в среднем на 30%. Понимаете? Представьте, то есть на 30% выше продуктивность, на 30% выше настроение, на 30% длиннее ваш день, да, активный. Не такой, что вы легли возле телевизора и все, и больше не на что не способны. А именно активный, когда вы чем-то хотите заниматься. Алла, для чего нужен корректор осанки? Корректор осанки это костыль. Когда по каким-то, ну, грубо говоря, мы берем и пытаемся загнать позвоночник в какие-то рамки. Я не поддерживаю такую. Я считаю, что позвоночник должен сам выстраиваться. Понимаете? А корректор осанки он вам даст что? Он вам даст атрофию мышц, которые этот позвоночник должен держать. И в дальнейшем вы просто без этих, без этого корректора вообще нормально понимаете? Поэтому, скажем так, без крайней необходимости, но я понимаю там, если человек травмировал позвоночник, да, ему нужен корректор. Но когда у вас, извините, просто остеохондроз и вы одеваете на себя корректор, я считаю, это костыль, который только вредит. То есть, ориентируйтесь на свои ощущения при упражнениях. То есть, как ваша спина сейчас себя чувствует. Подойдите к зеркалу на себя, посмотрите. То есть, что с вашей осанкой сейчас происходит? Я понимаю, что если вы всю жизнь горбились, то вряд ли вы сейчас подойдете к зеркалу и будете там абсолютно прямыми. Но вы заметили, что у вас немножко осанка изменилась. Понятно, да? Итак, выстраивается позвоночник, расслабляются мышцы, уровень энергии растет на 30%. Далее, что происходит? Эти 30% со временем начнут возвращаться туда, откуда их взяли. Тонус, иммунная система. Понятно, да? Но это еще не все. Мы добавляем следующее упражнение. То есть, вот эти цеглон, три секрета жизненной силы. То есть, это столбовые практики. Мы формируем в теле вот эти сухожильно-мышечные меридианы. То есть, вот то упражнение, которое мы делали со стеной, оно формирует меридианы только в ногах. Дальше упражнение они формируют, натягивают меридианы во всем теле. К чему это ведет? Во-первых, вот эта осанка прямая, она очень быстро стабилизируется. Вот, Алла, прекрасный комментарий. Сейчас сижу очень прямо, приятные ощущения. Вы сидите прямо, потому что позвоночник нашел прямое положение. Ему удобно в нем, понимаете? Он нашел, он понял, что в нем удобно, в нем комфортно, в нем не надо напрягать мышцы, поэтому он его держит. Вот что такое выравнивание изнутри. Не снаружи, когда вы пытаетесь там в зеркало на себя посмотрели, как-то выравнивались, вроде все, а спина вся зажата, напряжена. А изнутри, когда позвоночник изнутри сам себя выстраивает, мышцы расслабляются, вам комфортно, вам удобно. И плюс ко всему в этом положении, скажем так, позвоночник, как ни странно, может огромные нагрузки выдерживать. Поверьте мне. И вот эти сухожирно-мышечные меридианы, они все тело обтягивают, каждый суставчик, каждый позвонок, и создают такую мощную броню, невидимую броню. То есть у вас фигура просто подтягивается, у вас не растут бугры, мышц, ничего. При этом вам не, ну, вот как вы сейчас работали со стеной, вам не нужны физические нагрузки, бешеные. Там упражнения 5-10 максимум минут делаются, больше не нужно. Этого достаточно. И все вместе это занимает, знаете, сколько времени? Ну, в норме это занимает от 15 минут до 30 минут. Понятно, да? Людмила, отлично, молодец, поздравляю. То есть вот эти два комплекса, они формируют программу стопостях остеохондроз. То есть это уже готовая программа тренировки. То есть эти два комплекса делаются вместе, занимает от 15 до 30 минут. Можно делать каждый день, можно делать через. Ограничение, как вы видите, практически нет. Так, Антас, как вы оцениваете так называемое божественное выравнивание позвоночника рейки? Ну, у меня первая ступень рейки есть, но я этой системой не пользуюсь, потребность у меня, необходимость. То есть я все, что идет снаружи, ну, как считаю, я считаю, что это хорошо, но я никогда на это не ориентируюсь. Я всегда исхожу из того, вот завтра попаду я на необитаемый остров, в тюрьму попаду, еще что-нибудь, да, где нет ни докторов, ни физиотерапии, ничего, что я буду делать? У меня больные суставы, у меня, по идее, больная спина. Что я буду делать? Не будет массажиста, не будет рефлексотерапии, ничего. Что я могу сделать? Я могу сделать свой комплекс. У меня все будет нормально. Понимаете, да? Так, Светлана, супертонус когда-нибудь можно будет приобрести отдельно? Светлана, супертонус, это у нас идет вторая, четвертая и третья ступень по-моему вместе. Напишите мне, у вас мое адрес есть, если вы приобретали уже мой курс. Там разберемся. Что входит в программу, что входит в курс? В курс входит, в каждый курс входит, книга в электронном форме. Книга это, ну, как обычно все сейчас люди обленились, они предпочитают видео смотреть. Я считаю, что всегда надо начинать с книги. Книги я подробно, каждое упражнение проиллюстрировано. Написано, как делать, в какой последовательности делать, сколько раз делать, сколько раз не делать и так далее. И в книге уже идет видео, в которое все упражнения в динамике показываются. Понятно, да? То есть это и для первого комплекса и для третьего. минимум времени, максимальный эффект. То есть поэтому, если заинтересовались, проходите по ссылочке, заказывайте и начинайте заниматься. А мы пока, это еще не все, не торопитесь расходиться, у нас еще есть упражнения. Мы закончим сегодняшнее выступление буквально 5 минут. Смотрите, система Айки Цигун состоит из 5 ступеней. То есть вот с первой ступени вы уже немножко познакомились, она занимается спиной, устраняет причины эстерохондроза позвоночника искривления позвоночника и так далее. Вторая ступень это для тех, у кого проблема с суставами. Она восстанавливает нормальное питание суставов, она борется с воспалением в суставе и с болью в суставе. То есть я говорил, что у меня колени травмированы спортом. То есть оба колена это спокойно остеартроз второй степени можно ставить. Вот я себя держу в форме, более того, продолжаю заниматься спортом, боевыми искусствами и так далее благодаря вот этой гимнастике. Вторая ступень. Третья ступень. Мы сделали упражнение из нее. Это со стеной. Она что делает? Она увеличивает уровень энергии в теле. Причем это делается каким образом? То есть мы стимулируем эндокринную систему. Мы получаем все эффекты от физической нагрузки без физической нагрузки. Понимаете? Это очень мощное упражнение. Это основа это упражнение вообще основа цигун современного. То есть это столбовая практика. причем все физиологически очень оправданно и очень мощная программа. Далее у нас идет четвертая ступень. Вот первый, второй, третий комплекс они увеличивают количество энергии в теле, увеличивают количество биологически активных веществ, которые уделяются в кровь. Количество гормонов, которые в кровь уделяются и так далее. Вот четвертая ступень она берет вот эту активную насыщенную кровь и направляет к внутренним органам для запуска механизма омоложения. Ну и наконец айки цигун 5 это опорные столбы. Это упражнения, которые дают правильную нагрузку на наши сухожильно-мышечные меридианы. То есть не на мышцы, а именно на сухожильно-мышечные меридианы. Это ведет к тому, что вот эта структура, которая обтягивает наши суставы, позвоночник и так далее, она укрепляется, она прокачивается, становится очень мощной. Это ведет к подтягиванию тела и к тому, что тело становится чрезвычайно прочным, мощным. Понятно, да? Вот сейчас мы что с вами сделаем? У нас кровь сейчас насыщена гормончиками, насыщена биологически активными веществами. Почему? Потому что мы немножко простимулировали свое тело предыдущими упражнениями. Вот мы сейчас возьмем и направим эту кровь к нашим легким. Вы поймете, как работает меридиальная гимнастика в четвертом ступени. Сделаем сначала подготовительное разогревочное упражнение. Как оно делается? Ладони смотрят вперед, пальцы смотрят друг на друга. Руки перед собой. Руки в локтях согнуты. Теперь смотрите. Пальцы чуть-чуть натяните на себя. Когда вы так сделаете, у вас ладошки натянутся. Натянулись ладошки, усилие небольшое должно быть. Теперь сделайте глубокий вдох. На выдохе ладони толкните вперед, а пальцы продолжайте натягивать. У вас натянется вся рука вплоть до плеча. Выдохнули, толкнули руки вперед, руки натянулись, опустите руки вниз, расслабьтесь и потрясите хорошенько руками, чтобы они расслабились полностью. Кистями, локтями, плечами потрясите. Вот руки расслабились. Если вы так сделаете, у вас сейчас пойдет мощный приток крови к рукам. Давайте еще раз сделаем. Ладони вперед, пальцы смотрят друг на друга, большие пальцы смотрят вниз. Делаем вдох, натягиваем пальцы на себя и на выдохе толкаем ладони вперед, разгибая локти, с натянутыми пальцами. Все, опять опускаем руки, стряхиваем руками, чтобы тепло пошло. И третий раз делаем. Ладони вперед, пальцы натянули, локти согнуты. Вдох, выдох, толкаем ладони с натянутыми пальцами вперед, опускаем руки вниз, расслабляем руки, хорошенько встряхиваем. У вас сейчас в руках пойдут ощущения потоков тепла. Могут ладошки немножко вспотеть, влажными стать. Это хорошо. Влажное тепло это идеально вообще. То, что нам нужно. Теперь мы делаем что? вот у нас руки разогрелись, туда пошел большой приток крови. Мы с вами сейчас эту энергию направим к легким, к передней стороне легких. Как это делается? Левую руку поднимаем над головой, локоть согнут, ладонь смотрит строго вверх. Вот так. Теперь натяните пальцы на себя вниз, пальцы левой руки натяните вниз, в сторону головы. У вас рука натянется, то есть до локтя кисть натянутся. Теперь чуть-чуть локоть отведите назад левой руки. Когда вы так сделаете, у вас натянется левая сторона грудной клетки. Сделали. Зажимаем правую ноздрю, делаем глубокий вдох через левую ноздрю и наклоняемся чуть вправо, сохраняя руку натянутой. Вдох, наклонились, выпрямились, опустили руку, выдыхаем и хорошенько встряхиваем рукой левой и левым плечом. Потрясли. Без резких движений, мягко расслабим, чтобы все расслабилось. Теперь делаем то же самое на правую руку. Правую руку подняли над головой, ладонь смотрит вверх, пальцы натягиваем в сторону головы, правый локоть чуть-чуть отводим назад, правая сторона грудной клетки должна натянуться. Зажимаем левую ноздрю, делаем вдох через правую, наклоняемся чуть-чуть в левую сторону, выпрямляемся, опускаем руку, выдыхаем, встряхиваем хорошо правой рукой и правым плечом. Вот потрясли. Теперь сделайте глубокий вдох, глубокий выдох, подышите грудью, подышите животом, как вам удобно, и понаблюдайте, напишите, что с вашим дыханием сейчас происходит, какие ощущения у вас грудной клетки. Мы всего по разу сделали, давайте, кто сделал, описываемся, что вы сейчас чувствуете. Вот это, скажем так, из четвертого комплекса, он входит в полный комплект, легкое дыхание, легко дышать. Почему это произошло? Дело в том, что мы сейчас немножко наш мозг обманули. Мы ощущения от физической работы, вот когда руки у нас натягивались, сухожилия натягивались, мы создали ощущение физической работы. Вот это ощущение, что делает? Мозг получает сигналы, узнает об этом ощущении, он дает команду тем местам, которые эти ощущения испытывают, восстанавливать. Потому что он знает, что если это ощущение появилось, значит это место работало, ему нужны питательные вещества, кислород, гормоны, биологически активные вещества и так далее. Вот мы взяли, создали эти ощущения, а потом перенаправили их к легким. И наш мозг дал команду нашим легким, которые не работали, не переутражались ничего, на восстановление, на питание, на дыхание, на расслабление, на использование гормонов, биологически активных веществ и так далее. Вот это уже работа с энергией. Сейчас у вас бронхи все расширяются, расслабляются, воздухообмен идет свободнее, кровообращение идет свободнее, кровь, насыщенная гормонами, кислородом, биологически активными веществами, буквально живая вода, она идет к легким. Легкие все это используют, дышат, питаются, восстанавливаются, омораживаются. Понятно, да? Вот четвертая ступень, меридиальная гимнастика, она входит в полный курс, все пять ступеней. Там всего восемь упражнений, но они прорабатывают все, все, все абсолютно органы, которые нам нужны. То есть вот такая, такие ощущения у вас будут во всем теле. Можете себе представить, да? Какие ощущения будут? Полный комплекс, вы не бойтесь, да? На самом деле, в принципе, когда вы их все освоите, у вас времени на тренировку будет уходить столько же, то есть 30 минут в день максимум. За счет чего? За счет того, что в одни дни вы будете делать одни комплексы в одном сочетании, в другие дни другие комплексы. И все, максимум 30 минут, но полная, полноценная проработка всего тела. Понятно, да? Так что, кто заинтересовался, ссылочки есть, проходите по ссылочкам, заказывайте. Мои контакты есть в каждом курсе, поэтому, если что-то у вас непонятно, не стесняемся, просто берем и пишем мне на почту. Вопросы по практике для меня всегда приоритетные, я на них отвечаю в первую очередь. Поэтому не стесняемся. Ну, хорошо, время мое практически вышло. Давайте, у кого есть вопросы, спрашиваем, постараюсь ответить. Вот по остеопорозу был вопрос. Смотрите, там, естественно, я не буду говорить о лечении остеопорозов, потому что это не моя совершенно территория, этим занимаются эндокринологи, но одно из моих наблюдений. То есть, практика Айки Цигун, особенно третья ступень, особенно пятая ступень, это опорные столбы и базовые столбы, так называемые. они дают такую специфическую нагрузку на костную систему нашу. То есть, щадящую, мягкую, но, тем не менее, нагрузку на кость. И это ведет к уплотнению костей. К уплотнению костей, к уплотнению, скажем так, связи, которых облегают и так далее. Надкосницы. То есть, такая кость, она охотно удерживает кальций в себе. Понимаете? Упражнение повышает прочность. А остеопороз это как раз обратный процесс, когда у нас прочность кости снижается за счет чего? За счет нарушения кальциевого обмена. Так, Алла, после копания лопатой болит копчик или поясница. Что делать? Ну, укреплять поясницу как минимум нужно. Укреплять каким образом? То есть, восстанавливая правильную осанку, а потом оттягивая все это дело с вязкой. То есть, вот у меня сейчас стройка началась летом, я земельный часток осваиваю. Я этой лопатой уже намахался дай боже, там, я не знаю, сколько кубометров уже перекинул. И у меня со спиной все в порядке. Почему? Не потому, что я эту шангу тягаю. Нет. Потому, что я сначала выставил осанку у себя правильно, потом ее затянул вот этим, скажем так, этими связками. Так, Лена, смещение позвонка излечивается. Как убрать шипы? Лена, по шипам, к сожалению, помочь ничем не могу. Именно, что, на позвонке шипы? Уточните, пожалуйста. По шипам не сталкивался, опыта нет, Лена, я вам врать не буду. То есть, я говорю только за те, скажем так, вещи, с которыми я сталкивался, у меня есть опыт, и я знаю, что будет результат. В данном случае ничего обещать не могу. Со смещением работаем так же, вот как я говорил. по шипам ничего обещать не могу. Понимаете, мне хотелось бы создать универсальный, да, комплекс, который будет лечить все болезни, но, к сожалению, это невозможно. То есть, поэтому я беру обычно какое-то заболевание и работаю по нему. То есть, в данном случае у нас есть, что, искривление позвоночника, сколиоз и остеохондроз. Вторая группа заболеваний, с которой я работаю, это остеоартроз суставов. Светлана, раз в день достаточно делать. То есть, вот комплекс вы если делаете, меридианную гимнастику достаточно делать там три раза в неделю, нормально. вторая группа болезней, с которой я работаю, это остеоартроз, да, вот сухожирно-суставная гимнастика, это айкицигон-2. Она как раз для суставов. Татьяна, как вы относитесь к психосоматике? Отличный вопрос. Смотрите, я к психосоматике отношусь позитивно. Отчасти, вот первый комплекс, он содержит упражнения некоторые из соматической системы, храны и так далее. Но, в целом, айкицигон-2 это самостоятельная система. То есть, упражнения, которые мне подходили, я брал их из разных систем. То есть, я брал из восточных практик, я брал из телесно-ориентированной психологии и так далее. Но, основа все-таки является айкицигоном. Почему? Потому что я знаю, когда я регулярно работаю с телом, у меня психика сама меняется. И что-то там с ней пытаться делать. Зачем? Людмила, это вот на, кстати, хороший комментарий Людмила сейчас написала. На одном из вебинаров я говорил, что если вам делают массаж спины и не делают массаж ягодиц, то это просто потраченные деньги впустую. Понятно, да? То есть, вот Людмила отвечает. Ну, и повторюсь, если вы делаете массаж спины, то он должен обязательно включать себе массаж ягодичной зоны, ягодичную область. Иначе он бессмысленный. Абсолютно. Так, ну хорошо, кто заинтересовался, проходим по ссылочкам. То есть, кто хочет больше, выбираем полный комплект курсов пять в одном. Кого интересует только спина, то, скажем так, стопа стихомороз программы. Цены, я думаю, доступны. Почему? Потому что я ориентируюсь при, скажем так, когда я ставил цены, я ориентируюсь на стоимость лечения, обострения стихомороза позвоночника или стоимость лечения, обострения постеоартроза суставов. То есть, не такого, что деклофенак в полку, а вот полноценного нормального лечения с физиотерапией, хондропротекированием и так далее. Я всегда ставлю цены ниже. При этом, получается, что если вы выбираете таблетки, то вы платите как минимум каждый год. Если вы выбираете путь естественного восстановления здоровья, то вы платите один раз и все. Потом вы просто занимаетесь. Ну хорошо, если вопросов больше нет, то я передаю слово организаторам. Вам большое спасибо за внимание, за вашу работу в чате, за то, что откликнулись на мою просьбу активно работать в чате. Спасибо вот тем, кто уже занимается по моей системе за вот эти прекрасные рекомендации, за прекрасные отзывы. Будьте здоровы, занимайтесь эти цигун, и имейте крепкую спину, здоровые суставы и бодрое настроение. До свидания. Слышно ли меня? Поставьте, пожалуйста, десяточки в чате. Попрошу поставить десяточки, если меня хорошо слышно. Да, спасибо за десяточки. Татьяна, спасибо. Давайте поблагодарим Сергея за замечательную информацию, замечательные упражнения. Вот что значит психофизические мы сразу же и физически тоже эти упражнения. Переходите по ссылочкам, оплачивайте, делайте заказ, если оплатить можете не сегодня, а завтра или какие-то особые у вас особенности есть, мы вам позвоним завтра, делайте заказ. Специально скидка действует для участников нашей конференции, нашего, этого вебинара. Практически сто процентов населения имеют вопросы по позвоночникам, и позвоночник это основа, а позвоночнике крепится все остальное. И как оно всегда было известно на Востоке, то гибкость позвоночника это показывает биологический отрас организма. Если гибкий позвоночник, значит организм молодой. И мы с вами здесь уже не один раз уже говорили про возможность омоложения, и вот это конечно связано и с позвоночником тоже. И в голове нужно освобождать, убирать мусор по поводу, что стареть обязательно, и грехлить обязательно, это мы убираем, и нужна и физическая составляющая. Физически тоже нужно делать соответствующие упражнения. Я с удовольствием сегодня увидел и попробовал на себе новые, конечно, для меня упражнения, потому что это уникальная методика у Сергея. с удовольствием.